всем здарова теневые бойцы с вами барсук а мы с вами продолжаем проходить ивент фестиваль цветения играть я буду сейчас на престижном режиме билетик у меня уже есть а челочка в ивентовском марафоне тоже уже вроде бы достаточно набита надеюсь 800 очков я набью и дойду до оружки сакуры как я быстро так набиваю очки в венте я уже у меня есть и посты в сообществе на моем канале данной тубе плюс этому пару видосах тоже говорил на стрима говорил как я так быстро набиваю очки вот фармите просто быстро жетоны ивентовские каких фармить быстро я тоже об этом говорил в общем мы сейчас я не буду уже повторять кто захочет тот найдет так ладно я уже принародился как вы заметили да вот из шлем ныряльщика то есть я перекрасил его в синий цвет как он теневой предел называется краситель это да по моему потом доспех айсел 12 тоже перекрасил цвет теневой предел и это нет это народ не пурпурный вязак это и альда на почему-то я захотел мне захотелось и перекрасить и альда фиолетовый цвет посмотреть вообще как она будет выглядеть да ну и здесь селекторы по перкам давайте быстро прогоним пройдемся так испарить нашли у меня два перка на семнадцатом уровне здесь у меня что и отражение на шестнадцатом критическая масса на тринадцатом это у меня тоже теневое селение на семнадцатом здесь у меня кондицу на тринадцатом что немаловажно бомбочка на восемнадцатом и точность на тринадцатом вот то есть все как я и говорил все учить ну кондицу это не перк но все же это тоже классный именно для этого оружия спецприем поэтому он у меня видит его не так уж и просто прокачать этот кондицу до 13 левела я вам хочу сказать но я думаю вестники тоже знают об этом ну и точность до 13 до плюс критическая масса до 13 кстати когда критическая масса прокачивается на следующий левел у нее всего лишь прибавляется один процент короче к шансу то есть было 17 на двенадцатом стало на тринадцатом 18 все поехали на престижку давайте много говорить не буду поехали поехали так участвовать и участвовать ну что давайте теневой джаггернаут у нас вот эти вот первые три противника до первой сакуры да которые не слишком сложные они не немного напрягают то есть иногда за ними приходится бегать это раз во вторых они блокируют да плюс они тайминги какие-то пытаются подлавливать давайте сейчас будем что-то думать так прототип у нас саями да хорошо так отлично ай блин не туда ну ладно ничего страшного так хорошо и давайте критом его добьем хорошо блин не в ту сторону я думал он короче сейчас либо телепортнется либо теневой прием на металке но он короче сделайте не в уху на саях ну ладно ничего страшного так у него кстати опять и не ухо сейчас наберется что немаловажно так надо с этим что-то делать так давайте хорошо как отлично так ну ладно нижним его забираем ну как я и говорил изначально что вот он все рассчитывает пытается подловить какие-то тайминги видите вот здесь кстати мадам будет еще с когтями да то есть ей только урон можно наносить когда на во время оглушения до находится кстати заметьте у меня точность на 13 уровне даже прокачана перк точность то есть крит у меня будет всегда срабатывать прикиньте что я с этой мадам которая с когтями что я с ней буду делать то есть когда она будет хоть входить в эффект оглушения у меня же точность всегда она не через раз срабатывает а именно всегда мне точно срабатывает перк конечно а здесь у нас кровотечение да и обычно мы не забираем отлично да у нас кровотечение здесь хорошо кстати я уже говорил когда обычку записывал до обычный режим но этого вента в ивентах где есть боты ну с вестническими оружиями да почему-то у ботов этих быстрее крит загорается чем мы ну чем допустим те у тех кто тоже играть завистников не знает разработчики так специально сделали так давайте все хорошо она откисает от кровотечения там по моему еще бомбочка сработала прототипская мадам у нас на геннад это чем мы здесь получаем мы здесь получаем 150 жетонов до получается или что до 150 жетонов едем катим дальше по накатанной так благословение тени понятно тот кто кому в тело удар нанесет до успешный тому и будет получается теневуха накапливаться понял принял кстати заметили в этом ивенте на престижки что-то много именно условий которые связаны с теневыми с теневухой да вот этот прототип кстати частенько шоке свои пробивает мне то есть убивает не часто оружие хорошо а давайте точность 13 точность 13 отрабатывает хорошо так я тебя понял вот этих не так я понял надо короче теневуху применять потому что хорошо так отлично у меня аж провод короче ударился об этом на геймпаде так пришлось теневуху применить ну ничего почему я применил теневуху потому что здесь же условия боя благословение теней поэтому мы сможем сейчас во втором раунде без проблем набрать опять теневуху а хорошо отлично давайте бросочек сейчас критонем и потом начнем теневуху юзать хорош точно с отрабатывает на ура да отлично хорошо и теневухой на мини мы его забираем да так ну главное первых вот этих трех дерганых противников до 1 сакуры я их прошел они меня просто не раздражают реально своим поведением просто не не раздражают вот дальше хоть после первой сакуры этой будут боты более-менее поспокойнее но они будут сложные они будут сложные час потом пойдет после этой сакуры мадам с когтями вот которая входит в эффект оглушения до после нее идет тоже уже немало жесткая мадам с камами у которой быстро фарм копится теневуха короче жесть дальше будет особенно невидимы невидимка короче с ноги на ты тут тоже жесткий так хорошо так вот видите у меня у меня крит почему-то очень долго загорался заметили очень долго крит загорался зато у сакуры уже уже тут как тут крит крит загорелся вот о чем я говорил что у них хорошо спецприем к индюцу мы и добиваем отлично бывает вообще крит очень долго ну именно у игроков реальных и кто играть завистников в ивентах именно он долго не загорается зато у ботов у которых весническое оружие у них очень часто быстрее загорается крит и очень часто у них загораться вот это разработчики специально так сделать я давно эту фигню заметил хорошо давайте делаем спецприем отлично и нижним добиваем и теневуху мы приберегем на третий раунд кстати на престижном режиме я буду играть так как я хочу вот чтобы там никто ничего не говорил кто не хочет не смотрите престижный режим и вот на престижках я буду играть так как я хочу на обычках можно что-то там поэкспериментировать вот так что о хорош шакенский давайте хватаем бросок криток нет криток что-то не залетел так давайте приток что-то не залетел она короче металл очку свою использовала да отлично и тяжелым добиваем хорошо первая стальная сакура повержена идеально ну конечно идеально потому что я отхилился до во время того когда ходил в теневую форму ясно понятно у меня перк стоит и чё здесь здесь спецприем у нас посадок спецприем легендарный которым я вообще практически не пользуюсь я пользуюсь флаж током флаж точек у меня кстати на глифу прокачан до 16 уровня давайте идемте дальше а вот именно та самая мадам да неуязвимая с пазурами своими с пазурами ну что давайте будем сейчас и уничтожать до 13 левела напомню еще раз у меня прокачан перк точность то есть он и срабатывает всегда то есть не через раз да у меня там дополнительный критический урон во время крита когда мне наружка загорать а всегда тупо точно срывает так что нормально давайте пока будем тянуть время каким образом вот таким смотрите показываю так так теперь ждем бьем болен что-то вообще ответе крит как долго загорается крит очень долго загорается во сейчас подождем теперь бьем хорошо а не до нравится давайте сейчас опять подождем и добиваем нет не добиваем вот блин еще там чуть-чуть же что осталось а знаете почему так я тебя понял давайте почему у нее хп немного осталось я вам скажу почему если по нее было теневуха она бы короче я бы его уничтожил бы этим ударом потому что у меня стоит перк испарения на шлеме причем нормально так прокачан вот но из-за того что они не было теневухи я ее видите не добил до конца так давайте сейчас бросочек спецприем спецприем так ждем хорошо как а мне это нравится так так ну и все она сейчас сдохнет смотрите от бомбочки да она умирает отлично но второй раунд вообще по краске да и первый тоже думаю неплохо был отыгран вот сейчас после нее начинается самая жесть прямом смысле самая жесть начинается вот эта мадам не скалами на меня напрягает свои теневуха на и тупо спамит причем я теневуха немало немало так урона отнимает ну ничего сейчас будем что-то делать решать ну знаете что это в принципе для меня плюс что у нее теневуха быстро накапливается потому что у меня еще раз повторюсь перк испарения на шлеме стоит то есть у меня там у него получается чё за способность урон зависимости в зависимости от теневухи у противника до наносится больше урона благодаря перку испарение блин не вовремя немного как чё за лаги лаги какие-то так все отписали мадам отписать ей повезло что она тогда критом своим на комах короче когда я лежала на земле она не кританула жестко на кп видите сколько отняла и у нее час опять теневуха наберется да поэтому сейчас чем мы делаем чем мы сейчас делаем мы сейчас что подходим бросаем не давайте так я тебя понял вот и все вот это мне она не напрягаясь своими вот этими так хорошо отлично хорошо давай уже умирай ты выкореживается что-то там прыгает свои вот эти финты делает два раунда мы забираем как никогда так давайте сейчас тоже кстати противник будет жесткий ну давай разработчики ему металлочку брали этому противнику но это его не делает еще более ну легким по прохождению этого противника невидимка у нас с ноги на то сейчас будет а так как я не пользуюсь вообще ну металлками я пользуюсь только если металлки есть в каких-то сетах со способностями да например как с эти судьи или все эти спектра то далее металлками пользуюсь да потому что ну в некоторых ситуациях там их нужно использовать вот а так если вот я так прохожу без каких-либо способностей сайтов сетах без способностей то так хорошо вот уже нет вот что такое конженцию 13 уровня да хорошо я тебя понял а ты задрал нет и хорошо так давайте что-то решать давайте обойдем сейчас сделаем сейчас прием а блин так не это это не дело что-то у меня реально напрягают это дядя короче так давайте не не хорошо и критон добиваем фух вот это было же сда вот это же было то есть ты не понимаешь да что он делает во время того когда спецприем могу наносить он просто может спамить вот этим своим задним ударом и уворачиваться да от спецприема но как-никак я даже тени в уху не заюзал все давай дядя тебе хана в этот раз так давайте обойдем хорошо спецприем ой спецприем тень в ухо так смысле смысле я не так хорошо я не успел тогда критануть его а как так вообще дядь как это вообще понимать как это понимать вообще и добиваем нижним да так а если верхним ну тогда верхним ладно ничего страшного да но это дядя напряжный когда ты не используешь металлки именно то есть свете но уровень моего мастерства да саму за себя говорит ко мне не ну я шучу конечно принципе любое как каждый игрок может его без металлки вынести я в этом не сомневаюсь я такой же игрок как и все остальные то есть ничем не отличаюсь по сути просто некоторые думают что я считаю себя там офигенным каким-то еще кем-то нет такой же абсолютный игрок как и все так давайте начнем со спецприема вот этот задний удар меня немного напрягает короче в начале раунда задний удар ногой который не делают так хорошо отлично давайте еще спецприем так хорош бомбочка добила бомбочка добила отлично вот за что я люблю я альдов оружие просто топ и она мне никогда не надоест играть этим оружием никогда но пока я играю в эту игру мне альда не надоест так хорошо значит не будем начинать началь раунда с бросков раз она контрит мой спецприем задним ударом ногой так хорошо отлично и давай убирай а чё ж ты не вздыхаешь алло ты сдохнешь на конец таки сегодня или нет и смотри какая живучая сколько можно ее бить уже эту сакуру зато когда нам бьют и боты через блок так мы у нас даже больше остается хп чему допустим у этой сакуры да только что мы сразу умираем даже через блок нас пробивают так давайте остальная сакура да да хорошо давай давай иди сюда хорош отлично хорош так так и критом добиваем хорош вот и все сакура делает час от кисули на победа престижка была пройдена вообще на изи кому это слово повторить просто наверно на изи было пройдено и поверьте мне если я даже отдел не взял бы я я взял бы допустим какой-то другой легендарное оружие завестников поверьте я прошел бы также сама просто почему я играю я да мне нравится это оружие самой механикой своим критическим уроном как бы да ну просто и айда я быстрее выношу я не люблю когда бои долго длятся не люблю другими оружиями я тоже выносил но не так быстро как и альда поэтому я на престижки всегда беру и альда и насчет престижки я уже сказал да что в ивентах на престижках я буду играть так как я хочу я хоть вечному буду брать эту айда мне все равно кто не хочет не смотрите мои престижные режиме вон смотрите обычный режим идея где я беру разные оружия либо экспериментируя он могу за за другие фракции там поиграть на обычках просто почему я об этом сейчас говорю потому что я изначально даже вот когда создавал даже канал я сразу изначально начал говорить что ну когда серьезно начал заниматься каналом я предупреждал об этом сразу что на престижных режимах я беру только реально и да кто не в курсе играя на пк и на геймпаде так давайте мы что мы здесь до чего мы здесь доходим а ну как раз сейчас купим о народ походу я не дойду до 800 очков походу да блин ну сейчас что-то придумаем так давайте забираем награду дамы доспех забираем хорошо давайте берем идем в раздел бустер паков покупаем ивентовский бустер пак естественно два ивента с либо серпак так что народ я говорю кто не хочет смотреть мои престижные режимы пожалуйста не смотрите я вас не заставляю смотрите престижки где я играю разным оружием экспериментирую то есть по сути престижка чем отличается абсолютно ничем противники те же самые да то есть ну стиль боевки то же самое единственное что там какие-то условия по сути сильный режим от обычного просто тем что там на престижном есть какие-то условия а так противники и все остальное там все то же самое абсолютно так что не вижу смысла так давайте 2 этот покупаем лезвие грезы давай речь и блин я не дойду до в марафонском не дойду дорожки сакуры я же как всегда по стандартику по стариночке то показывал вам в конце престижного режима когда я прохожу свою максимальную силу богатырскую но тут я видимо не дохожу были еще делать что делать что делать 738 ладно народ давайте я короче еще придется фармить на один бустер пак то есть как фармить я быстро сейчас на фармите 2 250 жетонов несчастных а еще это даже не хватит смотрите даже еще не хватит то есть мне придется один раз хотя бы сыграть на обычке до час а вот и потом просто еще на фармить на бустер пак обычный стандартный вентовский жетоны о как мне неохота конечно чтобы вы понимали сейчас я записывайте 6 дней осталось до окончания ивента то есть я записал обычный режим буквально немного времени прошло и видите 6 дней 8 часов осталось и в четыре часа чтобы понимали месяц 4 часа утра или ночи как это назвать пускай будут ночи 4 часа ночи короче сейчас у меня я записываю видос поэтому я вам советую народ вот так вот набивать быстро челочку в вентовских марафонах как я вам говорил я я думаю вы в курсе уже да многие уже в курсе как это делается повторять я по сто раз не буду кто не знает там спросите у тех кто знает как это все дело делается я просто не хочу повторять ладно народ чё я буду делать я щас короче сыграю раз на обычке еще один раз и потом просто на фарме те 250 жетонов куплю стандартный бустер пак ивентовский и опять включу запись и мы с вами продолжим я уже напяли все шмотки сакуры и покажу максимальную силу прокачки все народ не прощаемся так ну что ж народ сыграл я один раз на обычке плюс нафармил жетонский как вы заметили для вас прошла там буквально секунда а для меня где-то примерно 25 минут полчаса времени где-то так давайте идемте будет в раздел бустер паков покупаем уникальный стандартный бустер ивентов скип да народ короче смотрите я реально задумался вот насчет фарма жетонов и набивки ивентовских очков на в марафоне имею ввиду реально вот смотрите вот даже с я вы сейчас не спешите выключать ролик я вам фигню не посоветую в общем насчет фарма жетонов даже тех же смотрите на обычном режиме да допустим 45 или сколько там задается за полное прохождение обычного режима плюс вы еще рекламу ладно посмотрите ну в общем получится ваш 60 жетонов нас за полное прохождение обычного режима поверьте вот эти вот 60 жетонов я получу буквально вот за минуты две-три то есть за два-три захода да там методом захода и выхода на обычки да то есть заходишь создается там с против с первым противником поверьте у меня уходит на это 2-3 захода, чтобы эти несчастные 60 жетонов нафармить. Вы только задумайтесь, а у вас, допустим, кто таким способом не пользуется? Я, кстати, последние 2 или 3 месяца начал этим способом пользиться, потому что реально просто много времени экономится. То есть, вот эти, допустим, 60 жетонов я за 2-3 минуты фармлю. Если же просто чисто вот так вот наигрываю, тем более учитывая то, что здесь 8 противников в ивенте, уходит где-то минимум времени, наверное, минут 15. Вы только подумайте, народ, задумайтесь над этим способом фарма и набивки. Поверьте, я вам фигню не посоветую. Давайте, вот, кстати, я сейчас специально надел самые сильные свои шмотки. До ивента в фестивале светения у меня были эти самые сильные шмотки. Сет тюремщиков. Идемте сюда вот в экипировочку и надеваем сет сакуры. Шлем, кстати, у меня будет на уровне, на уровне шлема тюремщика. В остальном все прокачается, но не намного, не намного, потому что сет уникальный, а уникальные шмотки, они не намного прокачиваются. Ну, здесь, ну да, не намного, в принципе. На чуть-чуть, скажем так. Но, несмотря на небольшое количество прибавления силы, да, все же у меня уже 87200, видите? 87200. Неплохо, так неплохо. Там не за горами уже соточка, да? Столько силы. В общем, неплохо так прокачался, пойдет. Насчет фарма, вот, народ. Не выключайте сейчас видос, вот, реально, вот, прислушайтесь, вы, возможно, вы задумаетесь над этим. То есть, даже тех же 1200 жетонов, да, которые я фармлю, чтобы здесь быстро набить очевочку. 1200 жетонов, допустим, да, чтобы потом купить премиальный ивентовский бустер, вы просто вдумайтесь, сколько бы у вас ушло времени, вот, если бы вы просто наигрывали кучу раз на обычке, да, чтобы на фарме 1200 жетонов. Вот по 40, по 60, там, тех жетонов несчастных на обычном режиме. Вот просто вдумайтесь, сколько у вас бы ушло времени. У меня же уходит, чтобы на фарме 1200 жетонов примерно час, народ. Примерно час, то есть, под видосик, под фильмец, вот этот час пролетает просто незаметно. Если раньше, допустим, для меня вот этот фарм казался там, немного там долгим, да, там, нудным, то сейчас, поверьте я привык и сейчас вообще как не замечаю просто на изи фармю и мне вот этот способ реально зашел он не нравится то есть раньше до этого способа я как-то ходил до билета раньше я просто как и вы как и многие просто наигрывали да здесь набивали там 300 очков либо 150 если в ивенте 6 противников если 8 то 300 наигрывал мне это немного напрягало из-за этого кстати мне иногда было лень даже записывать престижку потому что нужно было куча раз наигрывать на обычный чтобы дойти до билета у меня на это уходило много времени сейчас же все просто на изи то есть фармлю короче 1200 жетонских фарм его таким вот способом где-то час времени я на это потратил потом покупаю премиальный бустер пак ивентовский это плюс 300 очков и плюс тут еще в марафонском же тут еще на каком-то количестве очках тоже дают 150 жетонов плюс ты потом еще до фарм лишь допустим до 250 еще плюс стандартный покупаешь в итоге там еще прибавить вам 50 там очков вот и все и потом просто вы играете на престижки вы на изи забираете даже вы в один день можете за один день собрать полностью ивентовский сет до зависимости от ивента там какой босс будет так что народ пользуйтесь я же говорю я многим помог там советами всякими какие тактики применять там перки надевать я многим помог и поверьте вот это вот тоже тема то есть просто вдумайтесь сколько бы у вас ушло времени чтобы на фарме 1200 жетонов до наигрывая на обычных режимах смотрите даже вот я на примере опять повторюсь на примере тех же 40 5 там или сколько забыть за обычный режим когда ты один раз проходишь ну плюс вы еще рекламу досмотрите там 60 допустим у вас уходит там минут 15 на то чтобы пройти полностью обычный режим один раз потому что здесь в зависимости еще от противника в ивенте нам количество здесь 8 на это уходит примерно минут 15 там у кого-то 20 зависимости еще кто как проходит если же допустим там у кого-то 15-20 минут уходит у меня чтобы эти 60 несчастных жетонов и вентов слизо брать у меня уходит на это ну минуты три минуты три и теперь просто возьмите и посчитайте посчитайте насколько бы вы могли экономить время вот таким вот способом фарма жетонов как я это делаю я вот когда вне записи получается ну когда мне не хватило очков да я прекратил запись и мне нужно было сыграть короче еще раз на обычке до чтобы ну и плюс еще до этого мне реально было западло играть вот реально я потому что я отвык последнее время и наигрывать на обычных режимах куча раз я один раз чё я как делаю ну так как у меня youtube канал да я один раз записал обычный режим я потом не играю народ я потом не играю на обычных режимах чтобы дойти до билета я уже от этого отвык я вот таким вот способом и фармлю жетоны 1200 жетонов на премиальный бустер покупаю премиальный бустер в марафоне мне сыпит 300 очков плюс там еще в марафоне 150 жетонов дают и потом просто с этих 150 жетонов дофармлю ждать 250 опять же покупаешь стандартный бустер там еще там плюс тебе 50 насыпет и все потом идешь на престижку один раз играешь на престижку если же тебе не хватит дайте дорожки да как мне вот допустим просто возьмешь сыграешь там раз еще раз на обычке да и дофармишь этим же способом жетоны купишь стандарт все народ зато таким способом вы будете куча времени экономить так что пользуйтесь народ пользуйтесь я вы знаете я вам херню не посоветую потому что реально вдруг кому-то такая тема пригодится до такой способ фарма жетонов плюсы набивки а челочки в ивентовских марафонов и чтобы быстро собирать сет да там ивентов забыл сказать главное чтобы у вас было там не знаю пару лямов голды 5 лямов 6 лямов голды поверьте там на 1200 жетонов уходит буквально там ну не знаю тысячные на 400 голды золото может 450 я не знаю но примерно где-то так я могу ошибаться может и 500 тысяч но поверьте вы эти 500 тысяч несчастных нафармите за пару дней буквально и потом опять у вас продолжится фарм голды как и раньше но она того стоит народ она того стоит так что пользуйтесь ну что ж а на этом я завершаю видос всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комменты те кто смотрит мои ролики без подписки но вам нравится мой контент я буду очень благодарен если вы подпишитесь на мой канал нажмите на вот эту вот красную кнопочку подписаться вам не сложно мне приятно ну и чтобы не пропускать мои следующие видосы я думаю вы знаете что делать а именно нужно нажать на вот этот вот колокольчик а с вами был барсук дальше только лучше и всем пока